Разведчик-диверсант ушел на фронт в 17 лет, прошел всю войну. После стал писателем и переводчиком, герой фильма Таисии Курской о виде Игорчаков. Документальная картина была снята почти 30 лет назад, но на большом экране не выходила. Жители Одинцовского округа смогли посмотреть ее в рамках кинофестиваля «День Победы». Я была на просмотре 25-го, и очень тепло ребята, зрители встретили, аплодировали, задавали вопросы. Для меня это было очень важно. Значит, кино, которое я делаю, оно не устаревает со временем, оно актуальное сегодня. Показать ту войну такой, какой она была, в первую очередь подрастающему поколению, чтобы они помнили сами и рассказывали другим. Только сейчас, в свете известных событий, мы вдруг увидели, что не все помнят это, не все знают это. И, к сожалению, надо напоминать. И себе даже. Я уж тем более молодым. Шесть площадок, свыше пяти тысяч зрителей, более десяти документальных лент. В их основе кадры кинохроники и воспоминания очевидцев тех событий. Такой фестиваль в Одинцовском округе проходит впервые. Финальные показы фильмов участников состоятся в День Победы. Фильмы будут транслироваться на экранах на центральной площади города Одинцова после парада и на улице Московской в городе Звенигороде. На торжественной церемонии закрытия фестиваля авторы всех фильмов участников, лауреатов и победителей здесь нет. Оценить вклад каждого в патриотическое воспитание молодежи невозможно. Кульминация церемонии закрытия выступления сводного хора Одинцовского округа. На сцене Дома культуры Солнечной больше двухсот юных жителей муниципалитета. Это те, для кого в первую очередь и проводился кинофестиваль. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.